Всем привет! Сегодня будем с сыном распаковывать посылку с магазина Тиму. Это китайская компания. Также она доставляет и в Англию примерно за 7 дней. По сути, она доставляет в многие страны, не только в Англию. Так что, кого интересует, есть ссылочка в описании. Можете по ней пройти и заказать себе товар с хорошей скидкой. Давай, Дилан, открывай. Аккуратно только. Посылка на этот раз, вот видите, большая. Здесь разные товары. Сейчас посмотрим, что за качество. Ну и насколько соответствуют товары, как на картинке. Так, что тут у нас? О, это такие шнурки. Светятся в темноте. Приложу, как они выглядят на картинке, более понятно. Так они при попадании света отсвечиваются. Хочешь открыть и посмотреть? Ну, давай посмотрим. Так, вот такие они получаются длинные довольно-таки. Там, кстати, можно размер выбрать. Вот этот вариант я выбрала, конечно, не детский размер. Это очень довольно-таки длинный. Так, следующее. Вот такие, смотри, Дилан. Прикольные штучки на ботинке. Кроксы одеваются. Посмотрите, какие классные маленькие. Вот такие разные-разные они бывают. И вот сейчас они в тренде. Хочу попробовать их продавать. Возможно, будет спрос. Вот такие вот они одеваются в дырочки кроксов. Есть такая обувь, называется крокс, такие как тапки для украшения своих ботинок. Придание им персонализации и такой вот красоты. Ну, тут больше, конечно, для детей, конечно, вот такой вариант. Как мороженое такое, собачки, котики. Ну, классно выглядит. Даже многие взрослые тоже предпочитают украшать свои кроксы всякими такими украшениями. Бывают, кстати, я видела типа Гуччи всякие такие брендовые такие, как сказать, с лого. Ну, прикольная вещь. Придумали кроксы. Помимо, что кроксы хорошо продаются, не знаю, почему они так раскрутились. По сути, это простые тапки с дырками. Не особо они такие красивые. Но прикольно для них придумали вот такие всякие украшения. Так, где он пытается открыть? О, дай посмотреть. Я хочу посмотреть. Это такая скульптура. Сейчас мы откроем ее. Я взяла вот такую статуэтку, да, аниме для детей. Для девочек уже побольше, которые, чтобы в своей комнате так прикольно положить на полочку. Довольно-таки большая, интересная. Тоже попробую продавать. Хочу заняться ресейлом. Такая симпатичная девочка. И, кстати, довольно-таки качественный материал, я бы сказала. И он какой-то такой, как будто с резиной вместе. То есть она не побьется. Она не стеклянная, ничего такого. Но и такое, как твердое что-то. Даже не знаю, с какого материала это сделано. Но не пластмасса, я бы сказала. Возможно, пластмасса вместе с резиной. Интересная такая. Хочу на этой площадке найти ходовой товар, который бы хорошо продавался. Потому что цены найти ему очень даже дешевые. Можно заниматься, по сути, перепродажей такой. Как бы главное только найти вот хороший ходовой товар. А так, по сути, здесь очень много выбора. И вы для себя можете все, что угодно тут найти. Есть поиск, там можете задать параметры. И найдете в себе, что ищите. Возможно, что-то может и не быть. Но главное правильно составить запрос. Там пару слов. Там железные ложки, например. И выдаст вам. В таком плане поиск производится. Так, следующее тоже. Походу на Крокс, да? Или нет? Походу. Сейчас среди детей, девочек. Вот знаменитые вот эти вот Куроми. И попробуем тоже их начать продавать. Тоже для Кроксов. Вот такие различные бывают. Еще что-то для девочек. О, вот такая симпатичная Куроми. Прилочек такой симпатичный для девочек. Можно на руку. Доминика, кстати, любит Куроми эти. Ей, кстати, подруга подарила мягкую игрушку. В магазине ценники большие. Мы смотрели, вот ходили по английским магазинам. И вот на этих Куроми тоже сейчас довольно-таки большие цены. Так что на этом сайте можно намного дешевле купить. Если дети любят ваши, можете им такой подарочек сделать приятный. Так, тут запаковано. Надо открывать аккуратненько. О, это порошок для чистки зубов. Придает зубам белизну. Это вот такой. На пасту, наверное, чуть-чуть посыпать. Видите? Туз-паудер. Уайт. И должно отбеливать ваши зубы. Так, что это у нас еще? А, это кулечек для ботинков. Сейчас мы откроем, посмотрим. Кстати, маленький такой, когда сложенный. Вот тут есть инструкция, все описание. Здесь вот такой лейбл. Лейбл. И вот сам кулек. Здесь можно положить ботинки свои. Когда складываете багаж. Так и он предназначен для тревелл. Чтобы не пачкать вашу одежду, можно в такие вот пакетики складывать. Этот пакетик вообще стоил очень дешево. Решила взять, что было бы. Когда путешествовать поеду, буду использовать. Так, где он достает что-то еще? О, это ручки такие. И, кстати, они пишут на любых поверхностях. Даже можно на камни написать. И будет золотистый цвет такой. Приложу фото, как будет выглядеть. Ну, прикольные, считаю. Правда, заказала я золотой только цвет. Там был еще серебряный. Но цена, по-моему, в два раза отличалась. Так что я думаю, ай, закажу я золотой лучше только. Показала клей. Делан решила попробовать прямо на этом камне. Ну, давай, пробуй. Рисуй. Так, потому что тут желтый, и плохо мы видим. Но рисуют золотистым. Ну вот, я нарисовала звездочку в этом месте. Да, она действительно золотистая. И на камне она нормально нарисовалась. Так, пока Делан занят, я достаю сама. Какой-то большой пакет. Вот, смотрите, положили в пакет для Тиму. Походу, какая-то одежда, по ощущениям. В пакете еще один пакет. И я вспоминаю, что это. Это кофта для Делана. Смотрите, какая она прикольная, расцветка. Смотри, Делан. Ну, как тебе такая кофта? Какая обезьяна моднялая. Как я и говорила раньше, даже в других видео, не рекомендую я на Тиму покупать одежду. Потому что качество не очень хорошее. Тут не хлопок, а какая-то полиэстер. И после стирки, наверное, выцветит. Но выглядит прикольно. Решила все равно рискнуть и купила сыну. Дион прямо уже сейчас одевает. Ну, классно. Ну, подошла полностью. Соответствует размеру, как и написано было. Так, следующее. Смотрим, что тут. О, шапки. Шапки Куроми. Тоже попробуем продавать. Не знаю, как пойдут. Взяла только пару штук. Думала, будет плотнее этот самовязка, да? Но она такая мягенькая оказалась. По фото я выглядела иначе, слушайте. Мне кажется, она даже прикольнее, чем по фото. Выглядела плотнее. Вау. Ну, я даже в шоке. Лучше, чем на фото. Ну, класс. Надеюсь, будут покупать. На тиму она стоила мне всего лишь 2 фунта где-то. А продавать ее можно? Не знаю, по 6, может быть. Так, что тут? О, еще такие шнурки взяла. Кстати, очень даже качественные. Вижу сразу через пакет. И они еще, по-моему, отсвечиваются при попадании света. Единственное, запах не очень в шнурках. Но я надеюсь, когда без пакета полежит, запах пройдет. А так, по качеству неплохие шнурки. Дилан решил примерить шапку. Но это шапка для девочек, реально. Не для мальчиков. Ну, не, хватит придуриваться мне на камеру. Скажет еще, что ты клоун у меня. Но эти шнурки для перепродажи, думаю, не подойдут. Потому что все-таки они с запахом. Такой материал не очень. По сути, выглядят качественно. И прикольная у них функция такая, отсвечивание. Но сомневаюсь, что этот запах пройдет. Я думаю, он такой и есть. С таких материалов сделаны. Кто там, Дилан, ты еще нашел? А, это я знаю. Не будем открывать. Это вот так выглядит. Это можно использовать для волос. Сейчас приложу фотку. Будет понятно, каким образом это используется. Тоже на Тиму она совсем дешевая. По качеству вроде нормальная. Да, что-то можно от заколки ожидать, по сути. Ну, по сути, нормальная. Давай, выбирай. Что там еще? Что там? Вау! Ты хочешь... Знаешь, что это дело? Что? Это маркеры, которые рисуют на одежде. На одежде? На одежде, да. Можно на обуви рисовать, которая из материала сделана. Потом на рубашках. Короче, прикольная такая вещь для детей. Я думаю, им прикольно будет что-то себе самому разукрасить, персонализировать. Так можно и имя свое написать. Да, все, что угодно можно сделать. И нарисовать, что хотите. Так, ну что там у нас дальше? Тебе в шапке не жарко, а? Шапку нацепил и не снимает. Тебе понравилась шапка, Дилан? Она для девочек. А вот еще одна короме сумочка. Мягенькая, мягкая. Такая, как мягкие игрушки бывают. Вот такая вот сумка, слушайте. Удивительно, за эту цену качество вполне хорошее. Да, можно и это даже повешать сюда, вот так повешать, как брелочек. Вот так будет красиво. Внутри вот такая прокладка. Тут поместится, по сути, телефон, деньги. По сути, что еще надо туда положить, по сути, ребенку. Ух, еще какой пенал, кроме плотный. Вот я не помню, чтоб я такой заказывала. Ну, как видно, он может по фотке по-другому чуть-чуть выглядел, но он плотный. Сейчас открою. Вот, посмотрите, какой он. Плотненький. А внутри тоже есть вот такая засечочка. Вот такие для ручек или фломастера. По сути, очень даже качественный пенал. Что там, Дион? Показывай. Вау! Это еще одна. А, это такой комплектик. Тоже Куроми. Ну, тут он такой простенький. Короче, линейка. Два карандаша, блокнотик, точилка и резинка. Ну, красиво оформлена. Чуть-чуть, кстати, коробочка помялась при транспортировке. Ну, надо мне кидать. Ну, а что там большое такое? Какая-то сумка, что ли? Так, вот такая большая. Тут даже компьютер влезет. Сумка с отделениями. И, короче, если я правильно помню, я потом еще поверю. Проверю. Эта сумка предназначена для хранения различных техники, документов. Ну, короче, она при пожаре должна выдержать и не сгореть. Не знаю. Вот как это проверить. Не буду же я ее поджигать. Ой, она еще и закрывается. Вот так вот. Замочек есть. А какой паспорт? И закрывается, чтобы никто не добрался до этих документов. Это вот можно в компьютер положить. Там сам придумала и сделан паспорт. Потом сделаем. Очень даже удобно. Посмотрите, вот здесь такая штучка есть. Потом вот здесь можно, кстати, сверху положить на этот чемодан. Да, удобная. Ну, такой я уже заказывала. Решила еще заказать, потому что очень дешевый кошелечек. Теперь будет и у тебя, и у Доминики такой. Так, следующее. О, еще к Уроме сумочка. Это уже резинового плана. Такая вот резиненькая. Небольшая она, маленькая. Там внутри, как я понимаю, вот эти вот должны быть... Как его... Как это называется по-руцски? Вот это вот. Короче, это пристегивается вот сюда. Шлейки, короче. Не, не шлейки, кстати. Для сумки это ж не шлейки. Извините, забыла название. Как в Англии живешь, бывает уже и русский забываешь. И это довольно-таки симпатичная и недорогая. Тоже попробую ее как на перепродажу. Посмотрим. Может, пойдут. Так как вот эти сейчас в тренде к Уроме, возможно, может быть, будет спрос. Ну, а что там у нас еще? Это просто пакеты, которые выжимают воздух, чтоб мало места занимало. Например, засунул туда одеяло, выжил воздух пылесосом, и все. Оно очень мало места будет занимать. Удобная вещь, если кто не знал. Еще одна шапка. Ага. Другая одна. Черная и, по-моему, не к Уроме другая. Вот такая. Это не Хэллоу Китти случайно. Хэллоу Китти, мне кажется. Такое же качество. Здесь, правда, видно это качество. Здесь она черная. Возможно, да, чуть-чуть это мягче. Вот это чуть-чуть мягче, чем это. Но все равно нормальная, по сути. Дилан даже шапки для девочек решил на себе продемонстрировать. Да, Дилан мне уже подсказывает. Это больше шапка, чем вот эта. Чуть-чуть черная поменьше. Ну, что там у нас еще? Удобная вещь. О, это мои тапочки. Короче, не то, что тапочки. Это в тапки ложится утеплитель такой. Сейчас я выбрала. О май гад. Ну, это совсем не то. Короче, не советую вообще. Качество не очень. Это, короче, в кроксы можно даже засунуть или куда. Вот такая, как подкладка. Или в сапоги какие-то. По фотке они по-другому реально выглядели. Так они по качеству, ну, совсем-совсем дешево выглядят. Ладно. Главное, чтобы свою функцию выполняли. Так, дальше, вот, еще один такой пенал. Чуть-чуть другого вида. Тоже к уроне. Так, что это у нас? Это тряпочки, походу, для мытья полов. Да. По сути, тут они обычные, нормальные. Так, вот эта штука интересная. Можно сюда положить телефон. И сигналы Wi-Fi и зоны пропадет. Она поглощает. То есть, когда не хотите, чтобы вам позвонили, можно даже телефон не отключать, положить в этот вот чехол. И все. И не дозвонится. Так, следующее. Еще одни шнурки. Другого варианта. По качеству вроде ничего. Так, следующее. Вот такие стикеры симпатичные. Вот такой целый рулон. И тут много различных стикеров. Они... Каждый вот этот отклеивается. И можно клеить куда-то себе в дневник или куда. Но это для детей, конечно же. Еще одни шнурки. Вот такого варианта заказала. Тоже очень дешево стоили. И они, по-моему, тоже светятся в темноте. Сначала им надо набраться светом. Поглотить свет. А потом какое-то время в темноте они будут светиться. Конечно же, не так ярко, как это выглядит на фото. Это они, конечно, переувеличивают. Но он в какой-то степени светится по-любому. У меня были похожие варианты шнурки. Следующее. Это у нас... Не понимаю, что. Какие-то Hello Kitty. Потом какая-то цепочка непонятная. Ну вот и все. Все сегодняшние товары. В основном тоже брала что-то на перепродажу. Попробовать. Ну а вы, если что-то понравилось среди этого товара, можете перейти по ссылочкам. Я постараюсь с каждого товара скинуть ссылочки в описании. Всем спасибо за просмотр. Ну и до следующего раза, до следующей распаковки. А возможно и другого видео. Потому что я снимаю не только распаковки, но и различные влоги с тревелом. И путешествиями. Да и просто какие-то жизненные влоги. Так что всем пока. До следующего раза.